Всемирный день философии В 2002 году ЮНЕСКО сделало день философии Но это день философии был, скажем так, в рамках ЮНЕСКО То есть они установили, что хорошо бы какой-то день в году выделить И это 3-4 ноября, чтобы посвящать его вопросам философии Но как-то из года в год, 2002, 2003, 2004, все больше стран и все больше людей Не только членов, как-то людей, связанных с ЮНЕСКО, начали праздновать Это как день философии И поэтому, как ни странно, министр культуры Марокко Решил предложить, чтобы этот день сделать Всемирным днем философии Ну и с 2005 года он, собственно, таким и является ЮНЕСКО приняло постановление о провозглашении такого дня философии Цель его это популяризация философии в мире Содействия философскому образованию, поиску диалога с помощью философии Поиска ответов на самые глубинные вопросы, которые волнуют и человека, и общество И Новая Акрополь, в том числе, в рамках Международного дня философии Потому что на международном уровне мы тоже сотрудничаем с ЮНЕСКО А вот мы принимаем участие И вот если ЮНЕСКО говорит, что не понимая обращаться к философии вообще В принципе, то вот этот год он чем знаковый? Что, ну все знают, что это 20 лет независимости Украины И в принципе это 20 лет существования нового Акрополя в Украине Ну так совпало Плюс это еще и день философии Ну и в такой день, к какой теме не обращаться, как к украинской философии Потому что мы изучаем много разных традиций, культуры Грецию, Индию, Китай А об Украине мало говорим И сегодня, я думаю, этот недостаток мы как-то уберем Восполним знаниями касательно украинской философии, украинской традиции Потому что вот как в заглаве лекции говорилось в украинской философии Вердикт, миф или реальность? Вот посмотрим, что это такое И я хочу вам представить вот нашего гостя Это Кораблева Надежда Степановна Профессор Харьковского национального университета Преподаватель философского факультета Ну и мой преподаватель тоже Соответственно Спасибо, очень приятно В такой доброжелательной аудитории Тем более в день философии поговорить об украинской философии Если говорить в принципе о философии То Лига Европы В своем документе совместно Еще в прошлом веке Рассмотрела философию Одним из оснований европейской цивилизации Там три таких камня Три составляющих В фундаменте европейской цивилизации И на первом месте Философия И философия не как профессиональная деятельность Не философия как любовь к мудрости А именно Вот это владение философией Позволило грекам Создать не только ту форму жизни Но и ту форму власти Которая называется демократией Мы сегодня знаем Что она имеет не меньше проблем Нежели другие формы Организации власти Но тем не менее Расхожая мудрость Ничего лучше не придумали Придумали, я думаю Еще что-нибудь придумают Суть не в этом А там идея свободы Доведена до общества демократического До политической свободы Вторая идея Это римское право Идея порядка И третья Это христианство с его этикой Вот эти основоположные ценности Европейской цивилизации Наверное столь привлекательны Для народов Всего мира Что они считают За необходимость Создать собственную философию Дабы приобщиться К глубинным ценностям Которые выработаны Человеческой цивилизацией И я хочу вам сказать Что украинцы Меньше всего рассуждают О своей философии По сравнению даже С нашими соседями С латиноамериканцами Даже С африканцами Если взять Тех же поляков И немцев То дискуссия Какая философия Нужна полякам У них ведется И причем Они очень четко Ориентируются На то Что им надо Что принять А что не принять Я была вот зимой Прошлой В Люблинском университете Они там Издавали Философскую энциклопедию Я попросила Посмотреть статьи Потому что по ним Хорошо видно Каковы ценности Пропагандируемые Обществом Через философии И Они показали Я вижу Что это в основном Конечно же Традиционные Их Католические Ценности И непринятия Вот тех Например Постмодерных Философских течений Которые Заполнили Нашу Философию Когда Рухнула Максиско-Ленинская Философия И вот эта ниша В эту нишу Сразу же Хлынул Постмодерн Он имеет Плюсы и минусы Нет ничего плохого Нет ничего хорошего Поэтому Однозначные Оценки Тем более Сегодня Невозможны Это толерантно К этому Надо относиться Толерантно Дальше Если Там все время Идет на страницах В печати Полемика Какая философия Нужна полякам Какая философия Нужна немцам Это даже Вид лунья Отголоски До нас долетают Даже в наших Философских журналах Есть статьи Какая философия Нужна немцам И немцы Возмущены Что сокращается Объем гуманитарных наук Что вот та система Болонская Которая у них Внедряется Собственно говоря Выбивает Почву Из-под философии Потому что философия Это же не ответы На вопросы А в моей жизни Была ситуация Я сидела На ученом совете Вот в академии управления Препрезиденте А там же разные специалисты Рядом со мной сидит юрист Но поскольку защита длинная Он Проверяет работы Вращается ко мне И говорит Надежда Стану Вы не хотите на тесты ответить Я говорю Да все равно Нечего делать Давайте буду отвечать А у него там Какая-то общая теория Государства и права Ну понятное дело Он же не законный Потому что если взять законный Вот это то что называется Лигизм В праве То тут по законам А то общая теоретическая Теория вообще Государства и права Я стала На эти тесты Отвечать Он сделал две ошибки Он говорит Ну я вам поставлю Пять тесты Не я нечистолюбивая Можете четыре поставить Я согласна То есть я не понимая О чем идет речь В принципе где-то На эрудиции На интуиции Автоматически ответила Студенты сдают Точно так же Экзамены Где есть тестовая часть Я думаю По той же логике Чего в голову придет Или где-то чего-то слышал Он может правильно ответить Но по сути не знает На что отвечать И вот они Очень широко Обсуждают Именно вот эти вещи Если говорить О нашей философии То я хочу Сослаться на Россию Россия кстати Очень активно обсуждает Есть российская философия Нет российской философии Какова это Российская философия И основной материал Который я брала Для того чтобы Показать ситуацию С философией в Украине Он содержит в себе Российские источники Или российскоязычные Какие-то источники По поводу Национальной философии У них наоборот Когда Максимско-Ленинская Философия Рухнула Вот в эту лагуну Сразу же Вот она заполнилась Российской Идеалистической философией Так называемого Серебряного века Часть из этих философов Причисляют и к нашей философии Называют и российского Монна Украинской философии Бердяев Шостов Степун и так далее То есть это все те Кто есть в учебнике По украинской философии Как наши философы В то время Как например Сковорода Юркевич Не считает Что это их философы И даже когда я считала Читала статью Вот там тоже Болемика была Круглый стол По поводу российской Философии Американец один Говорит Да что вы со своей Российской философией Носитесь Да нет никакой Российской философии Ну есть у вас Один такой философ Которого знают Лисевич Европейского уровня Я рассмеялась Лисевич Это украинский философ По сути То есть поскольку Это была одна страна То конечно Там оторвать Где российская Где украинская Сложно Но Наверное Установки Ценностные Совершенно разные Они знают Чего они хотят Плохо или хорошо Можно по разному Оценивать Но они Они конечно же Шовинисты Вот в этом Где люди Можно это плохо Оценивать Можно хорошо И у них Моментально Вот эта гордость За свое Которое Доверие Она появилась И поэтому Это приложение К вопросам философии Эти тома Которые Философов Которые Не издавались В советские времена Того же Бердяева Того же Новгородцева Того же Степуна Флоринского И так далее То есть Том за томом Они издавали Что касается Постмодерна То там была Небольшая Очень доля И феминизм Гендеризм Потому что я ездила В библиотеку Ленина Это регулярно Практически И всякий раз Просматривала Эти диссертации Был очень маленький процент То есть Они этим Гордятся Своей философией Признают их Или не признают Это Тридцать третий вопрос Дальше Очень интересная Ситуация Была Это Когда был В Бостоне Международный Философский Конгресс То там тоже Стоял вопрос Или это Мировое Явление Философии Или Она Национальная То есть Фактически Есть одна Европейская Философия Но никакой Другой Нету Потому что Если восточная Там синкретическая Мировоззренческая Форма Буддизм Скажите Философия Или религия Вряд ли Скажешь Конфузанство Философия Или религия То есть У них Нет этого Противопоставления Науки Религии Это чисто Западное Нет вот такого Разрыва Субъект Объект Поэтому Китайцы Форохи Закритали Для того Чтобы фейерверки Делать А Европа Для того Чтобы стрелять То есть Разная Ценностная Направленность Разная Жизненная Мудрость У этих Цивилизаций Поэтому Конечно же Европейская И поэтому Латиноамериканцы Интересны В каком плане Они вот Говорили Много О том Что они Хотят Создать Свою Собственную Мексиканскую Философию По крайней мере Вопросы Философии Я читала Дискуссию О мексиканской Философии Как же Мы ее Будем Создавать А Создавать Мы ее Будем Используя Европейскую Философию То есть Своебразные Рецепции С этой Философии Но мы Будем Приспосабливать Это К нашим Национальным Ценностям Чтобы она Выполняла Ту роль Которая Необходима Для нас Интересна Вот в этом Плане Африканская Философия В общем-то Такого Духовного Образования Как теория Негритюда Стангора Там вполне Достаточно Как говорят Исследователи Для обслуживания Вот этих Потребностей В Духовной Вербализации Их ценностей Вот это В духовных Каких-то Образованиях Вербализировать Их ценностей Не грядет А достаточно Но Я посмотрела Учебник Корнеева Я полгода Повышала квалификацию В Ленинградском Университете И Корнеев Читал нам Вот эту Африканскую Философию Он работал Долго В Африки Не учебник Учебник Если Если Взять Американцев Конечно Это чисто Прагматическая Цивилизация Абсолютно Поэтому Единственная Философия Которая у них Возникла Это Прагматизм Причем Не столько Как теория Сколько Практика Жизни Практика Успеха Педагогическая Теория Фактически Но Поскольку Там Есть Философия То Понятное Дело Что Эта Философская Теория Взяла Своё Общее Теоретическое Ледро Аналогично Европейской И Говорят Что В принципе Когда Стали Штаты Писать Конституцию Свою Соединенных Штатов Они Издали Всю Философию Потому что В философии Была представлена Вот эта Идея Права Идея Договорная Теория Происхождения Государства Сколько они между собой конфликтуют То есть Что Лучше Для Америки Она Как правило Как донор Берёт Всё то Что создано В мире И у неё для этого И не только В области Философии Интересная Ситуация Вот С испанцами И Там Где речь Идёт О Испанской Философии В дискуссиях О национальной Философии И в журнале Киево-Могилянской Академии Там был Круглый стол По Национальной Философии И в русскоязычных Изданиях Часто апеллируют К испанцам Почему К испанцам Потому что Испанцы В начале 20 века Потеряли Все свои Колонии Фактически И Испания Из мировой Державы Превратилась В задворки Европы Надо было Что делать Поднимать Дух Народа И этот Дух Народа Взялась Поднимать Испанская Философия Два Выдающихся Философа Известны Всем тем Кто изучал Философию Вузе Это Артега Игосет Автор Теории Восстания Масс Он говорит Что сегодня Мы имеем Общество Массы Культуру Масс Культуру И так далее Масса Вышла На историческую Арену Вот этот Артега Игосет Сказал Что философия Может быть Только Национальной Никакой Другой Философии Нет Дальше Мигель Деуномуна Это его Же Современник Но представитель Уже Другого Течения Он Течения Экзистенциализма Это философская Антропология Он Точно Так же Сказал Что Философия Может быть Только Национальной Она Выражает Душу Дух Народа Где-то Там В глубинах Бурлит Кипит Нечто Вот эти Ценности Духовные И они Поднимаются На поверхность Философии То есть Вот такие Примеры То есть Я думаю Что я вам Уже Рассказала Что философия Это в общем-то Практическая Вещь Которая Необходима Для нормального Функционирования Развития Общества Это не просто Предмет Который Преподают В школе И который Нужно Сдать Вот Дабы Получить Потом В итоге Диплом И проблема Философских Компетентностей Это проблема Аналитического Ума Это проблема Умение Работать С общими Понятиями Это способность К рефлексии Поэтому Философские Компетентности Общества Необходимы Для формирования Национальной Элиты Но понятное дело Что философия Не только полезна Но и вредна В Российской Империи В 1850 Году Закрыли Преподавание Философии В российских Университетах В университетах Российской Империи Ибо Как сказал Тогдашний Министр образования Ширинский Шехмат Польза От нее Не доказана А вред Очевиден Понятно Почему Вред Очевиден Умный Человек Способный Мыслить И проникать В суть Этих Вещей Конечно Опасен Лучше Тот Который Кодирован На определенные Стереотипы Восприятия Мира Кстати Современная Философия Много Об этом Говорит Тут Более Интересные Сюжеты Даже Чем В национальной Философии Как Современный Человек Расщеплен Вот Человек Который Сегодня Уже Даже Не Дискусивный А Перформанс Это Человек Который Паяц Фактически Он Играет Предписанные Ему Роли Соответствующими Имиджами Масками Общественного Спектакля То есть До логического Конца До абсурда Выработана Эта концепция И благодаря Тому же Пластмодерну Кстати Так что От него Не только Вред Но и польза Имеется То есть Все это Говорит О том Что Украинская Философия Украинцам Нужна Я думаю Вы уже Убедились Это Жизненно Необходимо Значит Я посмотрела Статью Википедии Философия Украины И там Написано Что История Украинской Философии Как науки Вызывает Скептическое Отношение Некоторых Ученых Которые Ставят Под сомнение Ее Существование Как таковой То есть Есть те Кто говорят Вообще Такого Феномена Как Украинская Философия Не существует Ее нету Придумали Ну Если Согласиться С этим То можно сказать Что не существует В форме Науки Вот такой Как у Канта Гегеля И тут Для того Чтобы Не просто Рассуждать Я вам Цитирую Одного Историка Украинской Философии Нет Тут его Нету Сейчас Я вам покажу Где-то Еще есть А вот А вот Он сидит Это Дмитрий Иванович Чижевский Дмитрий Иванович Чижевский Это Единственный Такой Вот Действительно Глубокий Историк Украинской Философии Который Жил И работал На Западе В Германии Наверное Из истории Украинской Философии У него Вышли В Мюнхене И В 30-е Годы В 1992 Было Переиздано На украинском Языке Это Его Работа И Дмитрий Иванович Чижевский Несмотря На то Что он Был Учеником Гусарля Который Философия 20-го Века Фактически Своей Феноменологии Хайдегера С Ясперсом То есть С первыми Персоналями Европейской Философии Общался Он Был Известный Словист Читал Лекции В Американских Университетов Но он Себя Отождествлял С украинством С украинской Культурой С украинской Философией И он Очень много Размышлял О национальной Философии Трехтомник Его издан На украинском Языке И его статьи С начала 90-го Года Стали Появляться Тогда была Это философская И социологичная Думка Что здесь Интересно Вот интересно Его рассуждение О том Что такое Национальная Философия Даша Место Украинской Философии Среди Других Философских Направлений Течений Школ Или национальных Форм Философии Вот Вот эти его Нарисы Из истории Философии На Украине Там В Паредмове Еце И в нем И окрема Статья Это В этом Философская И социологичная Думка За 92-й Рик Там Тоже Про ЦЕ Он Выделяет Вот такие Три момента Которые Отличают Национальные Философии Три составляющие По которым Различается Национальная Философия При этом Он сравнивает Английскую Французскую Английская Французская Немецкая Берет В Takłęs Эти Четыре Национальных Философии Первое Это Форма Выявления Философских Знаний То есть Внешняя Черта Национальной Философии Первая – это форма выявления философских знаний, внешняя черта национальной философии. Вот он говорит, в английской – это стремление к красоте. Он аргументирует, что это так. Во французской – к симметрии и схематизму. В немецкой – стремление установить противоположности и показать движение между ними. Ну, конечно, диалектика – это их достижение, это понятно. Диалектическая логика – это то, чем они гордятся, трансцендентальная логика – это их. Так, дальше. Второе – это метод философских исследований. Значит, второе различие – это метод философских исследований. В английской философии – эмпирические и индуктивные методы. Ну, и сегодня говорят, если ты хочешь защищаться, то желательно именно вот в этом русле защищать диссертацию, если в Англии. Они действительно рассматривают это как свое достижение. Во Франции – спекулятивный метод. В немецкой – метод трансцендентальной диалектики. Третий момент – это строение философской системы. Строение философской системы или архитектоника – это роль и состояние в этой системе определенных ценностей, тех или иных ценностей. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что если вы берете любой философский текст, то как интерпретатор через герменевтические, то есть толковательные процедуры, вы его так вытлумочите, так его проинтерпретируете или передадите, как вы считаете нужным с точки зрения ваших ориентаций и ваших ценностей. Ну, например, античную философию будете интерпретировать, ставя моральные ударения. На моральных каких-то аспектах, моментах указывая, например, что там истина, красота и благо, вот вместе туда, благо – это высшее благосправедливость, то есть это моральность и так далее, будете говорить. Вот это говорит Блант. И Шарт, первый профессор философии Харьковского университета, когда писал письма туда, Гёте, поскольку по рекомендации Гёте, граф по Тотскому, он попал в Харьковский университет, так он писал о наших студентах. Он говорит, что они очень трудно воспринимают то, что касается трансцендентальной диалектики, рассуждают о трансцендентальной перцепции, например, того же Ханта. Но на проблемы, говорит, морали и религии, они могут спорить до бесконечности. То есть это видно, эти ценности для них главные и определяющие. Так вот он говорит, что роль тех или иных ценностей в философской системе. То есть какие здесь акценты смысловые расставляются. И дальше он подытоживает, что ни одна славянская культура не дала философа с мировым именем. То есть такого философа, который занял бы место вот в этой линии кумуляции, то есть развития, прогресса западной философии. То есть не было философа типа Канта, Гегеля, Паскаля или там еще кого-то, кого мы знаем вот в этой европейской линии. Он говорит, что ни один славянин, ни одна славянская культура не дала миру оригинальной философской системы. И не дала вот таких величин, как Кант, Гегель, он называет Канта, Декарта и Паскаля. Но это не значит, что не существует национальная философия. Национальные философии существуют, поскольку они отражают национальность мировосприятия и миротолкования. То есть они отражают ментальность того или иного народа. Вот, менталитет и ментальность. Вот шо воно таке. У Гачева есть вот такое понятие национальный образ мира. И вот он показывает, что у каждого народа свой национальный образ мира, который трансформируется вот в той системе философских понятий и категорий, при помощи которых они объясняют этот мир. И вот в этом плане национальная философия отображает эти особенности самосознания того или иного народа. И тут он говорит, хотя мы не можем говорить об украинской философии как таковой, которая имеет собственную философскую систему, вот систему национальной философии, но, тем не менее, существовала и существует оригинальная философская мысль со своими какими-то особенностями. И эта философская мысль развивалась на протяжении столетий существования нашей философии. То есть здесь есть логика от самобудности украинской мовой, то есть властной самобудности. То-то Вин вважает, и он считает, что в принципе национальному измерению не подвлазна испанская, итальянская, североамериканская, японская философия и философская культура славянских народов. Почему он так говорит? Потому что он считает, что вот эта самобудность, она базируется на той логике, которая выработана в рамках философии. То есть если в рамках философии выработана определенная логика, значит философия существует. Античная философия существует, потому что есть логика Аристотеля. Древнеиндийская существует, поскольку есть буддистская логика. Вот так он считает. И он говорит, французская, например, философия существует потому, что есть картезианский рационализм. Вот это вся традиция картезианства рационалистической, которая идет от Картезио или от Рене Декарта. И немецкая духовность, он говорит, существует потому, что есть немецкая методология. У Нецева это диалектическая методология. У нас этого нет. Почему? Потому что он говорит, у нас сильная горизонталь, но слабая вертикаль. Это у него есть такой образ. Вертикаль имеется в виду профессиональная философия. Вот это фаховая профессиональная философия. Слабая вертикаль, но зато сильная горизонталь. То есть философичной является вся культура. Из серии поэт в России больше, чем поэт. И не только в России, в Украине, в Словении, в Польше и так далее. Не зря же Цежковский еще в 19 веке употребляет поятие историософия. Почему? Потому что есть философия истории западная, а философия истории, даже вот те же мексиканцы говорят, что да, мы создадим ее. Возьмем европейскую и создадим свою философию истории. Но это все равно будет рецепция с этой европейской. А здесь у нас нет вот такой же линии прогрессистской. И поэтому есть у нас опять-таки сюжеты, нарисы, я говорю, Чежевский нарис из украинской философии, а не сама украинская философия вот в этой кумулятивной линии взаимодействия. Поэтому у нас философичная вся культура, вот эта сильная горизонталь. И здесь можно сказать, что философия и литература – это уже историческая судьба взаимодействовать. С одной стороны, ну даже если обратиться уже к современным источникам, есть такой современный философ Ален Бадью. У него есть работа «Манифест философии». Кстати, по Алену Бадью у нас защитился Курт, который живет в Швеции. Вот он переводил его статьи, и довольно-таки интересный автор. Так этот «Манифест философии» Ален Бадью называет четыре родовых процедуры философии. Матема, поэма, изобретенная политикой любовь. Ну матема – это типа Платона, поэма, понятная, это литература. И он говорит, что все эти части претендуют на истину. Но истина, когда они уравновешены между собой. Вот тогда мы имеем вот эту полную истину. И философия держит баланс между ними. Вот для того, чтобы через философские процедуры держать этот баланс, в этом есть назначение философии. Но он говорит, что так никогда не бывает, чтобы оно все было ровненько. Все равно куда-то есть крен. И тогда образуется шов. И вот этот шов, ситуация шва, этой философии, ну с матемой это Платон, с поэмой это Ницше, и Украина, это так называемый поэтический шов, или вот этот шов с искусством. Тоже не наше родное. Потому что если взять поэт в России больше, чем поэт, то там вот в той дискуссии, которая проводилась в вопросах философии, журнал Академии наук России, они очень много говорили о том, что известной является российская литература, но не российская философия. И вот недавно защищалась, видите, женщина, которая стажировалась в Кембридже, и когда они, значит, ну а вы из России, ну а то из Харькова, ну у них еще, знаете, стереотипы эти работают. А, говорит, это Достоевский, это Толстой, это ваша философия. То есть они называют это, да, философией. Они им известны как философы. Значит, что касается литературы и российской философии, я себе позволю те цитаты, которых я повыписывала из этих дискуссий показательно. Это современный философ, вот по дороге, Валерий есть такой в Москве философ, довольно известный. Он первый стал Фуко интерпретировать, я даже надо защитить его докторской, была института философии. Он по Фуко и по всем этим философским стратегиям XX века защищался. Так вот, он говорит, что нет истории философии российской, есть интеллектуальная история, но она вне границ философской проблематики. Мы можем говорить о философской культуре эпохи, философской мысли отдельных каких-то стран, но никакой, дескать, российской философии нет. Ян Польский, это его же друг, работает в том же секторе постфилософии, института философии. Невысокая интеллектуальная стоимость такого феномена, как российская философия. То есть феномен российской философии, невысокая интеллектуальная стоимость. Дальше Плотников, еще один участвующий в этой дискуссии. Миф российской философии. Он, национальная философия, национальная определяемость философии, это попытка реанимации архаических, романтических и постромантических моделей прошлого. Отрицают тоже. Дальше Поляков. Тут интересно напоминает средневековую полемику с Холастом по поводу универсалий, номинализм и реализм. То есть существуют ли общее понятие, ре-аль-но. И он говорит, что действительными субъектами философского процесса есть суммы национальных философий. Не существует реальная мировая философия, как не существует всеобщее. То есть любая философия, она национальная. То есть другая вот точка зрения. А в принципе, можно там еще, я украинской мовой, ямбольская опять процитирую. Российская философия явище суто локальне, маргинальне, провинційне. Вона від початку моделює себе як таку, що не здавна увійти до европейской культуры. И не прагне быть визнаною на заходе. Это все до философии. Ну, я думаю, что вы уже видите, что тут есть проблема. Есть ли она, или нет ее. Ну, я вам скажу, что, если брать, так сказать, святые тенденции, з огляду, ну, например, в Самбулі був философский конгресс, то он же в Бостоне був философский конгресс в 1698 году. Там проблема национальной философии завжди поставлена. И поставлена абсолютно реально. Я скажу, что тут был больше спекулятивный и идеологичный такий педтекст. И цей педтекст стосовался супротив оцим глобализационным тенденциям. Локальное, сингулярное, неповторное, одиничное, оно не должно быть загублено. Потому что разноманитность, вона утверждает жизнь. И не можно отмазать от национальных философий, как таки. Поэтому отсутствие культуры оценивания всезагального – это не особливая философия, а это отсутствие философии взагалі. А если есть эта культура оценивания всезагального, значит, есть национальная философия. Яка из них, в кого она запозичена, рецепциями, с какой философией она есть. И у нас там с вами еще одна лекция. И я вам там больше детально покажу на прикладе Юркевича, как вот эта ментальность, вот эта глубинная духовность народу трансформует философскую идею. Вот я вам скажу, что если даже взять подручную историю философии, просто, ну на самом деле, то в стихии есть огородники. Два огородника – это кафедра Украинской философии и культуры Киевского университета, то там, навіть в стислому вкладе цих философий видно, что жодна из тих постатей, которые представлены, она не была простым транслятором или трансформатором каких-то идей. Это были самобутные мыслители, которые просто использовали цю идею для того, чтобы висловить власную духу, або створить власную философскую систему. Иногда досить оригинальную. Ну а это противостояние Росия-Захид, славянофили-захидники, так же сегодня каждый украиннофили-захидники, потому что марковано, звичайно, украинский, ось тим, российским, воно мае место, ось ця проблема. Навіть, если взяти наших вітчизняных, то же хвильовий азийский ренесанс, або то же Леся Крудницкий, роля Украины между Сходом и Заходом. Тобто, ось ця межовість мае место. Ось, и, как у Кондентгтона, з'явление цивилизации будет визначать минуле, тому звернение до своего цього украиня, воно є і життєвою необходимостью вижити в суспільстве ось цьому ризику. Это умение ответить на виклик цієї глобализации, тому воно мае место. А теперь давайте с вами поговорим про то, что собой представляет все-таки наша украинская философия, что это мало каких-то подгрунтян. Ну, что тут таки цікаво є? Цікаво є те, что начнем сьогодні с Киевской Руси. Але, виявляється, с Киевской Руси начали лише в 1840-м году. Оце дата, що історія философії Російської імперії, якщо так можна сказати, вона починалася з 1840-го року, дякуючи працям, які... Це був такий Гавріїл, і він видав в 1840-му році шість томів в історії архимандрит Гавріїл. Він назвав це «Вітчизняна философія», шість томів. І в першому томі це була философія Киевської Руси. До цього философія починалася з 18-го століття. Вважали, що до 18-го століття в Російській імперії философії не було. Цей архимандрит Гавріїл підкреслює, що від самих початків философія Киевської Руси мала практичну спрямованість. Це була практична философія. Це була практична мудрість. Ну, повчання Ярославна, зрозуміло, він чить, як там треба жити, навіть вчить синів і так далі. Далі це книжна мудрість. Ну, перший такий твір значимий, явно філософського характеру, це слово про закон і благодать Митрополита Ілларіона. Закон – захід, благодать, Схід, Київська Русь конкретно. Ви знаєте, він якось там так, вона є в інтернеті, можна взяти, почитати, досить цікава ця праця. І що там видно? Там видно, що він з таким захопленням, дійсно, своїй навіть терапічний романтизм, говорить про Київську Русь, яка долучилась до християнства. І показує, що скільки вона долучилась пізніше, ніж інші західні народи, то їй належить майбутнє, бо вона – молодий народ. Він показує, що там закон, Месія створив і жорстко карає. А тут – це благодать. А що таке благодать? Благодать – це дар. Це щось здорове, не свише. І це є культура свободи. Культура піднятися над ситуацією, як вільна людина. І він там, ну, фактично, дуже багато в чому він наслідує Августина Блаженого, Граді Божній, тобто показує, фактично, всі ті складові частини філософії історії, яка за божественним проведінням розвивається, що кожний народ долучається в той чи інший момент до цієї історії. То сама по собі така робота досить цікава. Що ще цікаво? Цікаво. Ось, як Ілларіон написав, і фактично, академічна філософія, університетська філософія, до філософії Київської Русі не зверталася аж до 1891 року. 1891 рік. Була така дама, безобразове її прізвище, яка працювала з рукописами. В архівах Москви, Петербурга, Києва і Сергія Посада. Вона там вивчала ці архівні матеріали і виявила дуже багато фрагментів філософського змісту. Це її наштовхнуло на думку, як професійного спеціаліста, про існування давньоруської філософії. І вона сконцептуалізувала цю ідею, підкріпила фрагментами стих архівних матеріалів зданню русської філософії і в Бернському університеті, Берн, загистила в 1891 році диссертацію, докторську диссертацію, яка називалась так, «Рукописні матеріали до історії філософії в Росії». «Рукописні матеріали до історії філософії в Росії». Надрукована вона потім була, це монографія в Лейпці, в 1892 році німецькою мовою. До німецької мови вперше академічна філософія, академічна спільнота заговорила про російську філософію. Ніколи однозначно не була оцінка, я філософію російської взагалі самими росіянами зрозуміла. Я назваву Ставгустовича Шпіта, він, звичайно, київлянін, це наш український філософ, він феноменолог, причому такий висококласний, абсолютний систематик, для нього є пістерний стиль філософствання, це є філософія, аж це решта не є філософія. І він назвав оцю філософію Дані Єрусі на вігласі, навіть написав шрифтом Дані Славянським, хоча це було ХХ століття, це перша половина ХХ століття, на вігласі. І от в такому унічежительному тоні він розмовляє і говорить про цю філософію. Ну, він взагалі така, якщо таки, установка. Тому що навіть про Сковороду, він теж сказав, не зміщіть мене, якщо перевести на зрозумілий умов, який він філософ. Тобто нічого спільного з філософією філософія Сковороди немає. Тобто ви, маєте собі уявлення, ну, як феноменолог для нього, філософія – це сувора наука, зрозуміла. Але ось це говорить про те, що все-таки філософська думка України є. Значить, які ось тут є особливості, можливо, так сказати, не з голосу, покажуть, що сучасна людина, вона більше сканує картинки, щитує, там кліпове мислення називають, або, як каже, Бадрія, в прозрачності зла, людина телематична. Ну, людина завжди більше, як найбільшої інформації, да, через зір поступає. Але от ті особливості історії філософської думки на Україні, які називаються авторами, це, от ви тут бачите, використання філософської риторики і в історико-філософській традиції конструювання нормативно-філософського дискурсу, тобто текстів, в основному, захищати політко-діологічні цінності, я думаю, що це одна всього лиш із функцій. Далі. Ось ця горизонталь, про яку говорить Чижевський. Філософічна вся культура, і не лише культура, а і вона узгоджується не тільки з художньо-попліцистичними творами, а і з тим, що називається політична філософія сьогодні, а власне кажуть, що це і публіцистика в кінці 19-го, на початку 20-го століття, ось ці соціально-публіцистичні твори, вони були під ґрунтям філософських ідей. І якщо, наприклад, німецька національна ідея, вона сформувалася фіхте, в 1814 році, в часи походів Наполеона, речі німецької нації, то східні народи почали формувати цю ідею і в 19-му столітті. Ну, Забуршко, наприклад, вважає, що це франківський період, саме в цей час формується наша національна ідея. Хоча Кирило-Мефодіївське товариство, Дана Шевченка, Кастамар, Куліч, це також національна ідея. Ось тому ми маємо і філософію публіцистичну, і філософію художню. Тобто, російська думка продукувала ідеї до всесвітньої історії людства, українська у колі проблем домашнього житку. Ну, в нас взагалі якась така, доцить конкурс меншовартості. Ми чомусь все вважаємо, що ми якийсь домашній житок, масштабний той, а навпаки вже, в принципі, ми химко-люди, бо тому давай долучатся вже до чогось дуже масштабного. А так, щоб у нас було відчуття самоцінності і самозначимості, ось це якось не формується ні філософією, ні культурою. От, бачите, тут написано, що філософія в будь-якій культурі отримує шанс на існування, тільки коли отверджується національна свідомість і прокидається самосвідомість особистості. От у цьому плані досить цікаво оце формування національної ідеї. Формування національної ідеї і ця самосвідомість це Кирило-Меподівське братство або Кирило-Меподівське товариство. І там залучений, крім Костомарова, Куліша і Шевченко. Причому, що стосується Шевченка, то це так званий цей баїтический шов, про який каже Бад'ю. Тому що Тарас Шевченко, ким він тільки не був. Сьогодні він уже символ постмодернізму. І я можу послатися на Загушко. Її праця, я думаю, така відома, звичайно. Там польові дослідження українського сексу, далі Нотр-Дамо, це тостагарна її книжка, далі хроніки від Фортінбраса, далі національна ідея, франківський період, вона така плодовита, плюс вона віршів багато пише, тиміністка, міндерістка відома, письменниця, досить оригінальний такий мисвитий, вона філософ засідує. Так у неї є ось така праця, яка називається Шевченків місць України. Власне кажучи, це є ось те поет в Україні також більше, ніж поет. Він є своєрідним символом і симп без Тараса Шевченка немає українського взагалі, вона каже. Все українське повинно якось асоціюватися із Шевченком. Тому Шевченко це є функціональне знання, яке функціонує в нашій художній культурі. І він і не релігійний, і релігійний, він і художній, він і художній, він і атрігіст, і він ідеолог, і він анархіст, він ідеолог, при чому-чого хочеш. Там досить цікавий такий сюжет, ідеолог, панславізм, тобто всі славяні повинні об'єднуватися. І в той же час, він говорить, наприклад, про те, що об'єднуватися треба з поляками. У нього поема «Поляки» там 11 років писав, чи що він там, цю поему. І то він, мабуть, в цій поемі підобразилися, це Андрухович більше пише, це вже не Забушко, це я вже на Андруховича перейшла, і він пише, це Андрухович, про те, що немає такої іпостасії, які би не можна було назвати цього Шевченка. І таким чином ми бачимо, що ці тексти його поліфонічні. Ця поліфонія, він і націоналіст, і християнин, каже, ятеїсти, десенденти, анархіст. І оце він так називає Шевченка. Причому? Він не просто каже, що він націоналіст, а далі каже, він християн, а далі каже, він анархіст. Ні, він бере кобзар. І до кожного з цих визначень цитати із кобзаря. Причому це снабжає доволі солідно. Особливо йому сподобався більше ці полякам. І він каже, що з одного боку він за поляки, тому що вони славяне, з ними треба об'єднуватися. З іншого боку він закликає до боротьби з цими поляками. І таким чином, він каже, і збавлення, відвіднення церкви. Ну, за що не постмодерн. Ілі-ілі поля основність, або взагалі без основність. Або всі основи сплили на поверхню. Тому важко бути сучасним. Тобто, розглядає його як постмодерніста. Тому, якби, Сковородай Шевченко, по-моєму, у нас це два символи. Що стосується Сковороди, то я не знаю, до чого його ще не пристосували. Таратографія Ереса вийшла, Жоржа Батая, Таратографія Ереса, пожалуй, і у Сковороди є. Далі, Деріда, серцеві печери є і у нашого Сковороди. Далі, Мандрівницький невроз, він початок кіноматографа. Знову Сковорода. Тобто, ну, немає нічого такого, де нового, який не можна було б проілюструвати Сковородою. І в чому ж, стратить секрет, цього Сковороди? Що вже скільки відбувається цих конференцій, сковородинівських читань. І теж, як колись написала, цілу сторінку, ким був Сковорода. Точно також, анархіст, точно також матеріаліст, точно також ідеаліст, точно також релігійний, і все, 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 це в ньому є. Чому? Тому що, фактично, джерелом філософії Сковороди виступила Біблія. Ну, там у нього ці притчі, там, притчі є і байки, є зобова мова і своя там мораль в кінці. Оце, так ідео, вся його творчість. А поскільки Біблія вся на символах побудована, то ця символіка може дешифруватися у будь-якому контексті. Тому ми маємо дійсно поета більше, ніж поета. Ну, тут предмет української філософії. Це те, про що ми з вами говорили. Що таке національна філософія? На вашому екрані можна? Більше можна. Так краще ж видно, правильно? Це те, про що ми з вами говорили. Ну, можете зафіксувати, подивитися, а вось на щось згодиться. Ну, звичайно, співвіднесеності загідної філософії. Що зробиш? Що іншої ніякої? Немає. Далі. Периодизація. От, що, тут іще, до речі, дуже цікавий момент, який зв'язаний з періодизацією української філософії. Ось ці три, це суто наша поліонадизація. Так, як мінялася проблематика в українській філософії. Бачите, філософія української Русі, це практична філософія, яка розчинена, розлита в культурі, навіть до XV століття. Проблема – людина – Бог. Друге, це вже людина Всесвіт, це так звана барокова філософія. Період культури українського барокова. Це діяльність тих братств, які були. Далі шкільна філософія, і в 1632 році дві братські школи, Київська братська школа і Лаврська братська школа, започаткували Київо-Могилянську академію, і ось в цій академії розвивалася ця українська барокова культура і українська барокова філософія. І там ця проблема – людина Всесвіт, як основна і визначальна. І далі йде людина-нація. Ну тут не стільки Юркевич, скільки там вже ці соціально-політичні теорії. Ось це така філософія. Ну це може бути як… А ось це вже та реалізація української філософії, яка теж є, як ви бачите, до європейської філософії. Тобто наша філософія є наслідування або рецепції ось цієї західної філософії. Бачите? Тому що історичні типи західної філософії, вони за періодами. Античність, середньовіччя, відродження, далі новий час, проєкт просвітництва і сучасність. Ну тут добавлено ось ця діаспорна філософія, радянська філософія, період незалежності. А власне кажучи, це все є. Звичайно, наше просвітництво, Києво-Могилянська академія, Сковорода, це не проєкт просвітництва, там просвітництво було зарієнтоване на природознавство, тому що зрозуміло, капіталізм як же без цього. І, звичайно, на переоблаштування політичного життя, владних структур, політичних організацій, суспільства. Тобто пошук найбільш оптимальних форм державного устрою був. Ну у нас, звичайно, нічого цього не було. Ну і ці ідеї свободи, ідея природного права, яка пропагувалася. Ну у нас хіба що шадом, речі о предоставлінні Європі свободи, за що його благополучні вислови, хоча це один із моментів, формально, звичайно, не він. Ну діаспор, не скажу, що вона убога, як на ній. Ну, може я не права, може у нас вона не так представлена, але все-таки, мабуть, от радянська філософія краще в якому плані. Це була офіційна філософія, я там не знаю Сталіна, це до мене було, того я не знаю точно. А ось та філософія, яка була радянська, вже починаючи, наприклад, з логіки, методології, науки, ось філософських питань природознавства, герменетика, почала структуралізм проникати, вона все одно тяжіла до європейської філософії, все одно були постаті, які так чи так, ну написали вони там, що да, критіка цієї буржуазної філософії, вона така-сяка, але далі, щоб виклади їх осідень. А у цій діаспорні, коли я піднялася в наш зал, де зосереджена ця література, ну от видно, що вони зовсім в іншому культурному, духовному, політичному контексті цілий сільський літклуб, я знаю, хіба що. Ну, один я слухала Тараса Закидальського, він в Києв-Могілянській академії, як це читали, в Харків приїжджав, і він про філософію серця говорив. Ну, це філософію серця, це точно так викладено у Чижевського, тобто, смисля інформації, там нового, такого особливого нічого не було. Ось, а там, де вони шли внову з сучасною її філософією, там вони мали рівень, а там, де вони намагались консервувати мову, культуру, і ці цінності, з якими ви виїхали, там вже їх батьки, мабуть, вже ж не вони. Ну, звичайно, філософія періода незалежності досить активно розвивається. Значте, це перед вами Чижевський, от це Юркєвіч, Панфіл Данилович Юркєвіч, а це Орест Маркович Новицький, перший професор філософії Київського університету. В 1804-му був Харківський заснований, в 1834-му київський. Тут першим професором філософії був Шарк, а в Київ був Орест Маркович Новицький. Риси української філософії. Знаєте, що тут цікаво? Ось ці риси української філософії, це фактично те стандарти, які називають всі практично, в підручниках, там, де я у всіх українських підручниках, сьогодні є така тема українська філософія. Екзистенційність. Екзистенційність чому на перше місце? Це не екзистенціалізм, як течія у філософії 20-го століття, а це як синтетична форма свідомості. Це індивідуальне буття окремої людини, який протистоїть цей світ. Вона переживає цей світ через себе, вона така є цінність, і вона синтетична форма саме свідомості, а не філософська. Далі софійність. Ну, якщо взяти античність, там вже було п'ять образів Софії. Ну, то ще за часів Київської Русі, так само, до душі припала саме Софія Примудра. І, ну, свята Софія називає, але саме образ Софії Примудрої, от в філософії Київської Русі, в культурі Київської Русі, от тій книжній мудрості, він дуже добре представлен, ну, Собівський собор, храми Софії, ікони Софії. Ну, це от системотворчий чинник, суб'єктивність, спекулятивність притворення філософських систем чи концептів. Так, тому що, наприклад, на Замеді там була традиція, кожен, хто приходив, він, як казав, геєль, подбудівник був до Східного Деспота, який рубав голови неугодних йому. Він всі до нього, з ким, до речі, відрізняється від Східної, бо там, що Конфуцій казав, в VII столітті до нього, все сказали вже наші предки. Нам залишилось стільки оце нести, передавати і так далі. А в Європі кожен, що приходив, казав, все. Всі заблуждалися, ну, щось там незвичайно знали, був якийсь і позитив, десь крупі це були, але от я вам тепер відкрию істини, починає сводити власну систему. Але там все-таки він повинен був співвіднестися з попередниками, долучитися до тієї проблематики і далі продовжувати цю лінію філософії. І тому лінія філософського розвитку, як кажуть Чижецький, переходила з країни до країни, поки ця модна філософія чи модний філософський проєкт, як сьогодні кажуть, не завойовував вже хрихильність у всій Європі. Ну, кажуть, що розвитництво заснували французи, німецька класична філософія, це вершина європейської філософії, англійський імпіризм, тобто так ось воно по Європі все шло і Європа цілісна ось така. А що стосується наших філософів, то це дійсно в більшості свої авторські концепти. Звичайно, був вишків певний філософській традиції, ну, якщо, наприклад, взяти Тушківо-Могилянську академію, або філософія в Київському університеті, філософія в Київській духовній академії. Тобто там, де була спільнота, і вона працювала над якимись проблемами, вона створювала певну школу, певну традицію, але ця традиція обривалася, або закривали філософські кафедри, знову відкривали, знову треба було це створювати. Ну, так, доля склалася. Що стосується месіанізму, звичайно, наші доручни долучалися туди в якому плані? В тому плані, наприклад, що того ж Ореста Марковича Новицького цитували практично всі славянні філі. Їм дуже імпонувала його концепція. Він, звісно, людина унікальна, з височеною філософською культурою, на відміну від Юркєвича, він Чернишевському добре розказав, що він думає, з приводу його антропологічного принципу і критиків його філософської системи. Бо Юркєвич, видно, більш совісловий такий був, і він інтілігентний за насто був. Далі, ось цей козбецентризм. Кажуть можна кордоньку і гарду, тому що це залежить з римської чи з римської, філософія серця. Ви знаєте, оця проблема кордецентризму нашої філософії, є цей кордецентризм і порядки серця у Паскалі. Якщо взяти мислі Паскалі, якщо дивитися, що це Паскалі, ставити тічки проти ліву мислі, то вони абсолютно співзвучні багатьом нашим акторам. Але, як каже Закидарський, що це не склало традицію в нашій філософії. Неправда, склало. Ви знаєте, навіть на рівні підручника-оборотника видно, що це тяжіння до істин серця, а не голови. І що розум повинен бути забавлений духом серця, і що це повинно бути в цілісності, і що це дійде можливість з'єднатися з Абсолютом. Це в нас є. І не тільки у Сковороди, і не тільки у Юркєвича. Ось, ну, антеїзм. Антеїзм – це, я не знаю, чи був це антеїзм до цього, але в основному це Бичко Ада Корнієвна, професор-домтор філософських наук з Києва, вона дуже добре розписала ці сюжети. Походження антеїзм від героя Антея, якого не міг перемогти Геракова, він падався до землі і набирався від землі сили. Тоді він його підняв, держав, і тоді тільки переміг. Так і українець. Він набирається на знайні, сили від своєї землі. Ось ця любов до рідної землі, ну, садово-пишневий, колахати, отого Шевченка-бутаряська, філософія, колиша, і ось ця наша любов до землі, природи, там і до цього всього. І ностальгія за цим всім, вона властила українцям. Тому ось про це дуже багато говорять. Так, ну, тут ще такі малюночки. Це Києво-Могилянська академія. Каже, що так, як гордяться всі народи своїми університетами, так ми також гордимося. Києво-Могилянська академія. Пам'ятаєте, коли там у Дмитрата Бачника були намагання закрити вузи з якогось там кількістю, вже не пам'ятає студентів, а Києво-Могилянка якраз підпадала під закриття, тому що студентів там небагато, то почався який рух і головний аргумент, що це є символ наш. Тобто це не просто навчальний заклад, а це є певний символ. Тому символи закривати не можна. Вон Петро-Могила там є, ось Гаводський і оце Канисський. До речі, вони практично всі були в цих клубках, тому що мали духовний сан, да. До речі, всі вони діячі не лише українські, і молдавські, і білоруські, і російські, тому що і в Ростов їх відсилали, і в Білорусі відсилали, ну і з Кішеньова сам же могила. Тобто це також є спільне таке надбання. Так, не знаю, досвід, не досвід. Те, що я хотіла, я сказала. В принципі, якщо є запитання до мене, я готова відповісти, пополамізувати, або подискутувати, чи вислухати вас. Якщо є якась необхідність, якийсь сюжет розгорнути, на вашу думку. Тому що, ну правильно, ні? Так, є спілкування, там всі прийшли щось в кусках чаю, можна спуститися в місці вже в варень-фромайленій обстановці, з чаем, воно, не спуститися в місці, по-моєму, а відповідати філософію, і пообігатися на ті ж філософію. Те, можна спускатися вниз? Так, питання до мене? Зачайно? 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 Не знали, що є такі фіномері в українській філософію. Ні, правда? Ну, буде, це показати, що вона є. Просто, интересно, чуть подробніше, як обосновують, що шевченка – символ постмодерна, то, що він всюду срался, воно говорити? Значить так, що казається постмодерна? Постмодерн – це то, що імеє багато основань, і не імеє ніяких основань, і не імеє піли, і все що угодне. І тому, що ця проблема переінтерпретції Шевченка в разных абсолютно контекстах дуже годиться. Понятне і дело, що раніше того же Шевченка изучали, був определенний код інтелектуальний. Ключ, так. Інтерпретация була определенна. А сегодня, поскольку умер автор, зато оживились все авторы. На смерть автора тренировав хорошо читатель. І він су автором автора выступає. Ну, я вам приводила пример того же Андруховича та і ту ж Забушко. Ну, Забушко, она більше вирішена вот в такому нормальному, даже академическом дискурсе касаемо Шевченка. Потому что она рассматривает просто это как семиотический знак, который на дыше проїзд вот так грамотно философски. А он другое себе может позволить, чему в голову взбредет. У него вот таких скрепок и рамок, например, как у той Забушко нет. Ну, потому что Забушко философ. Пообразований философ. И, действительно, на подскладу мафилософ. Вот эта способность реплексии, глубина проработки проблем. Это у него все есть. Андрухович, он эпатажный, он хочет быть заметным. Вот таким. И поэтому он себе позволяет очень интересные вещи, интересные раскрутки методом ассоциации. Вот у него в голове ассоциация возникла. Кстати, это та же философия деконструкции Дериды. Я слушала Дериду, кстати, вот он в 1989 году выступал в Москве в МГУ с лекциями. Наши эмоциональные, все их западные, да? Они очень, так сказать, академично, спокойно. Вы можете какой угодно вопрос задавать. А он, да, может, и вы правы. Вот так точно, как этот, он говорит, и ты, душечка, права. Как вы относитесь к Марксину? Никак не отношусь. Меня интересует это как текст. Ты потом подумал, подумал. Ну, вы знаете, если кому-то не повезло в браке, это не значит, что надо отменить институт брака. Ну, не повезло вашей стране с марксизмом. Ну, что делать? У меня этот даже Шпорнич, там, он начал рассказывать. Вот он рассказывает эти, понимаете, вот он рассказывает эти ассоциации, и у меня бы в жизни такая ассоциация не возникла. Ну, не пришла бы в мою голову такая ассоциация. Отградясь бы не подумала даже. Понимаете, вот даже какая-то, ну, такая вот, ну, скажите, ну, на грани. Плева вот это девство, но у него зонтик. Почему зонтик? Ну, это меня больше всего впечатлило. Потому что все остальные еще как-то, хоть каким-то богом касались. То есть, вот это чисто метод ассоциации. Вот он дешифрует или деконструирует эти тексты. И Андрукович, он что угодно деконструирует, опять сконструирует в зависимости от того ассоциативного варианта, который у него в голове возникает. Ну, вот он и себе их и строит. Вот он точно так же разобрал Шаченко. Но для того, чтобы вы не обвинялись, что это его какие-то досужие домыслы, он совершенно спокойно взял как задняя, толстая. Цитаты оттуда дергает, да, и в строку, и в строку, и в строку, и в строку. И все это он туда ставит, и значит, где надо аргумент, надо вот, пожалуйста. То есть, сегодня в этой культуре это позволительно. Почему? Потому что нет авторитетов. Это хорошо или плохо? Ну, для меня плохо. Ну, может, для творчества хорошо. Почему? Потому что одно дело люди, которые прошли вот этот вышкил профессиональный. Люди, состоявшиеся системой ценностей. Такие же, как Делитая и космоститые. Они деконструируют, делеконструируют. Так для них это занятие уже, так сказать, постфактум. А те, которые начнут этим заниматься, им же не надо себе утруждать усвоением каких-то сложных, малопонятных текстов. Дальше, так сказать, те, которые тупо хрестоматийные. А он сразу, это мое мнение, говорит. Я говорю, а какие вы еще мнения знаете, кроме ваших? А никаких. Я говорю, ну как никаких? Ну, надо же, иметь свое мнение, сформировать на чем-то. Зачем? И вот он мне, я думаю, действительно, зачем? Это есть постмодерн, да? Да, это есть постмодерн. Да? А что, постмодерн это так? Когда неофит, студент и академик, лавриар Нобелевской премии все по поверхности. Такая-то получается, что постмодерн это и есть философия горизонтального? Философия поверхности даже. Вот это все... А почему же, вот это, в Беллозе, в Батарине говорят, что это есть клещ, блоха. Ну, что, вот так бежит, бежит по поверхности, а мысль пришла, раз, в складку мысль свернулась. Побежал, побежал, опять мысль в складку свернулась. Ну, чего-то и открыл для себя. То есть, и все равно, кто ты? Я же говорю, хоть лауреат Нобелевской премии, хоть студент. Я не знаю, может оно или на что-то вырулить. И мне кажется, это на уровне манифестации и эпатажа, там вот каких-то, так сказать, идеологем, но вряд ли жизнь будет согласна с таким положением вещей. Наверное, в реальной жизни все-таки сохраняются и авторитеты, и иерархии. Потому что иначе, я не знаю, даже если это синергетичное, то есть где-то трактор выскакивает, то пока он выскочит, его очень долго попридержат. Вот, не так быстро ему дадут вырасти. Спасибо. Спасибо большое. Не за что. Спасибо и вам большое. Иметь такую благодарную аудиторию, это очень приятно. Я благодарю всех слушателей, кто сегодня здесь присутствует от Новокрополя. Вам говорю спасибо большое. В щелек все удивительно. Благодарю. Ой, спасибо. Спасибо. Вам очень и очень благодарна за такую успешную сеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.